приветствую всех друзья ну и как вы уже понимаете сегодня у нас на обзоре будет один из проектов арма 3 altis life проект называется true перевести это можно как истинный или настоящий давайте пойдем посмотрим какой он настоящий истинный этот проект насколько я могу понимать этот остров открылся совсем недавно и в общем то является таким молодым и достаточно свежим проектом очень хочется посмотреть если какие-то нововведения но и тому подобное давайте вместе на это все и посмотрим видим сразу что есть некое оригинальное меню входа в игру такое необычное в каком-то видим в своем стиле выполненная также видим что присутствует два острова но и насколько я понял остров стратис на данный момент пока не доступен работой только altis ну дальше нас встречаются такие достаточно банальные заставочки а вот вход в игру и выбор своего режима даже вернее сказать наверное роли выполнен интересно как видите нарисована кепочка с юмором подошел автор молодец это похвально вообще чувство юмора должно присутствовать на этих проектах чего вот не скажешь например вот про эту менюшку несмотря на ее оригинальность здесь есть ряд косяков а именно какой если у вас ник например там альберто альварес сантьяго вы пройдете эту менюшку даже не заметив а мой женик очень короткий я играю под ним уже не знаю лет наверное пять он является ником алекс до от его происходящего моего настоящего имени александр с этим ником я хожу по островам и даже не парюсь и никогда его не менять здесь же нету подсказки никакой подсказки о том что ник должен состоять не меньше четырех символов я жмыхал вот эту табличку наверное на протяжении 20 минут я заходил дискорд задавал вопрос почему меня не пропускает игра нету заметьте ни одной подсказки говорящей о том что мой ник слишком короткий я менял скин и менял все здесь обжмыхал все менял даты эти чуть не вбивал свои реальные даты вся фишка вот в этой строке ваш ник не должен составлять четыре символа как минимум пять насколько я понял потому что в конце я просто психанул и к слову алекс набил еще кучу иксов только тогда меня игра пропустила но как я должен это понять я не понял дальше нет какого-то пипа я понятия не имею что это за пип но я его не имею но игра меня пропустила что за хрень тоже я не знаю ну в общем игра как-то встретила меня не очень дружелюбно но я не тем не менее как видите загрузился перед нами ковала стоит какой-то чел в халате но это и песишка я не понял что он здесь делает на самом деле и сразу же чувствуется такое заметное проседание фпс но и уже издалека по моему я вижу причину проседания фпс заметьте опять заборы 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 кстати вот из этого вида очень похоже на тиранос образца восемнадцатого года на то же самое вот это придурочное здание стоит и желтого цвета но на тираносе оно было красного цвета и куча заборов очень напоминает тиранос образца восемнадцатого года но на тираносе избавились от этого здания здесь же она еще стоит следующее видите очень большое скопление машин и игровых персонажей то есть игроков в одном месте это все связано с тем что все магазины поставлены здесь а надо отметить что они так сказать левого происхождения да то есть не не штатные какие-то здания оптимизированные армовские а добавленные то есть это как бы сторонние здания разработанные кем-то каким-то модмейкер и посмотрите какая детализация вот у этого здания видите каждый кирпич и каждая трещинка все это бликует играет очень-очень сильно детализированное здание и очень плохо оптимизированное она то же самое касается и внутри здания тут тоже очень сильно нагружена текстурами все очень высокая детализация вот наверняка вы никогда не замечали от этого стола да наверное не заметите но посмотрите тут каждый квадратик прорисован все это очень сильно нагружает как бы вашу систему память компьютера вот хороший пример плохой оптимизации этого здания видите как меняется текстура не так постепенно как это сделано в самой арме то есть за несколько этапов прорисовывается дом по мере его когда вы подходите к этому зданию здесь же вот такое резкое изменение текстуры вот видите разработчики которые уже так сказать собаку съели на дизайне той же самой ковал и они это здание ставят если же даже и ставит его то куда-нибудь подальше от ковал чтобы она не так сильно нагружала саму ковалу вот посмотрите например на родное здание какие текстуры на родном здании да это такая размыленная текстурка которая в общем то вообще не нисколько не нагружает ваш процессор тоже здание конечно же сделано совсем по-другому здесь представлены еще некоторые магазинчики и вот этот левый магазинчик собрубан очень тоже сильно детализирован вот можно хорошо посмотреть до 22 кирпичных здания смотрите как у этого здания прорисованы кирпичи каждый кирпичик он же прорисовывается постоянно он нагружает не только ваш компьютер но он же нагружает и сервера зачем такие здания ставить и так близко кстати так плотно смотрите вот какая внутри детализация да да это антураж да это красиво это не пустой универмаг какой-то с пустыми лавками нет здесь все есть но это надо как-то раскидывать по острову чтобы не так сильно нагружать одно место все сеточки вот это видите когда фанерка все прорисована да это красиво но блин когда это все в одном месте это так сильно просаживать fps вот какая разница видите да дом родной армурский и дом вот этот построенный сразу видно по текстурам как это все тяжело переносится самим компьютером я думаю да и серверу тяжело тащить время вот этот дом прогружать его постоянно тем более еще учитывая саму армурскую механику как это погружает а прогружает она этот дом который здесь был когда-то мы его не видим но сервера прогружает и сверху он погружает еще вот этот плохо оптимизированный дом вот такая вот механика прогрузки в армии ну да ладно мы пришли посмотреть на некие фишки этого проекта а пока ничего не увидели давайте этим и займемся не хочет со мной скататься с добычей просто один ну наверное вы уже догадались из этого диалога что я нашел себе компаньон для того чтобы поехать с ним вместе на какой-нибудь точку чтобы посмотреть как здесь добываются ресурсы и смотрите какое здесь сделано меню и как анимированные мписи шки с ними можно входить в диалог есть окно диалогов у каждого мписи есть имя надо представиться смотрите как прикольно сделано само меню магазина тоже как видите выполнено в каком-то странном виде я такое честно говоря вижу первый раз ни на одном из моих обзоров ничего подобного нету такой механики работы магазина я вижу первый раз очень прикольно смотрите как вот выглядит да то что вы выбираете ложится на столик вообще сделано красиво и замечательно я действительно не видел такого еще ни разу очень порадовала анимация и возможность вступать в разговор с нпс с ботом то бишь это тоже в новинку я такого не видел и все боты которые здесь представлены они все анимированные вот посмотрите например вот здесь это центр продажи лицензии единственная проблема что очень тяжело поймать вот этот триггер чтобы вступить с ним в этот некий диалог вот так вот выглядит лицензии смотрите как все четко читается все доступно интуитивно замечательно очень красиво сделано действительно вот тут надо сказать низкий поклон разработчику сделано красиво адекватно все очень хорошо читается просто замечательно вот такие вот казалось бы мелочи они создают вот эту атмосферу и интереса к игре сразу же возникает желание посмотреть а что еще есть на этом острове как например выполнен банкомат как здесь выполнен планшет кстати про планшет ну тут ничего не удивило планшете как вы видите очень очень простой ну ладно мы с этим человечком зовут его витя в виктор едем на такси точку добычи видели как прогружается эта машина вот модели машин здесь конечно у меня тоже есть несколько вопросов идти текстуры самой машины как видите такие плавающие неприятные и когда в машину садишься по крайней мере вот в эту она очень долго прогружается даже по армским меркам она очень долго прогружается странная модель и на самом деле есть сомнения надо ли вообще и было ее вводить на сервер почему-то мне кажется что она немного баганутая далее мы с моим напарником виктором добрались как видите на точку добычи . абсолютно стоковая к сожалению ничего здесь не добавлено нет никакого антуража но посмотрите как выполнен сам сбор ресурсов я не делаю вообще ничего то я имею ввиду я как игрок персонаж зашел на триггер я нажал одну кнопку windows все как видите автоматически идет сбор автоматически идет работа этого персонажа это самое лучшее решение которое может быть вообще в армии я всегда говорил не надо мучить игрока вот здесь меня вообще ничто не мучает я просто сижу за время того как мы собирали эти ресурсы я два раза отлучался налить себе чайку там по делам отходил персонаж стоит работает и если кто-то боится что это позволит кому-то фармить нет больше рюкзака ты не нафармишь тебе все равно нужно будет подойти но у тебя есть примерно 5 минут на то чтобы отойти от компьютера и заняться своими делами там и может быть отойти по нужде ну вот в общем то мы собираем как видите вот здесь вот в этом менюшке есть почему-то продублированные как видите надпись до положить все положить все два раза но работает только верхняя тоже может быть забыли просто удалить очень странно и заметьте вот еще раз к тому как когда легко добывать ресурсы когда тебя не напрягает да посмотрите сколько вокруг народу не на одном из моих видео вот такой кучи народа на одной точке что собирали какой-то ресурс и у меня не было мы спокойно можем в в этот момент с друг другом познакомиться от мы обменялись паспортами не отвлекаясь от рабочего процесса то есть меня это не напрягает я нажал одну кнопку все я могу разговаривать с друзьями могу отойти от компьютера как я говорил вот это самая лучшая схема сбора ресурсов так что еще один огромный плюс сборки этого проекта спасибо разработчику ну а тем не менее мы с виктором уже набили полную машину там набили себе рюкзаки и хотим отправиться на точку переработки посмотрите как сейчас будет прогружаться эта машина вот я сейчас в нее сажусь его сейчас смотрите чего это такое я хрен знает я такого никогда не видел чтобы машину такими точками прогружалась не знаю может быть конечно у меня в компьютере какие-то проблемы может у меня процессор не протаскивает я не знаю в чем дело но такого я не видел ну и пока мы едем своим компаньоном на точку переработки хотелось бы еще немножко акцентироваться на точке сбора ресурсов наверное вы заметили сколько там было народу и сколько машин да и были машины покрашенные в один цвет эта группировка группировка здесь называется прав союз то есть на этом острове представляют не только пострелушечные и так скажем у группировки но есть группировки продвигающие частный бизнес и или тому какой-то более экономическое направление но не только по стрелушке значит здесь есть а есть еще вот некие такие посреднические организации которые занимаются помощью как вот нам например то они нам предоставили машину они занимаются помощью кепкам в развитии это тоже один из плюсов этого острова ну а мы пока продолжаем движение в сторону переработки точка переработки меди находится в стоковом месте она здесь не никак не изменена она находится недалеко от трассы чем кстати очень привлекает к себе гопников основная масса гопов происходит именно вот на этой точке ну и как видим она никак не тронута к сожалению как мы видим рука разработчика дни каким образом не коснулась точек переработки точек сбора ресурсов один такие стоковые скучные но менюшка выполнена в том же стиле видите да мы такое увидели в магазине в магазине она выглядела гораздо симпатичнее еще с этой менюшкой есть небольшой косячок как видите есть две надписи так по аналогии с автомобилем в машине тоже почему-то две надписи на работает одна тот же самый косяк и здесь две надписи но работает только нижняя ну а сам процесс переработки меди надо сказать что и здесь два этапа по крайней мере от этого достаточно долгий но после того как мы видели быстрый процесс сбора ресурсов жаловаться на то что долгая переработка у меня не поворачивается язык все-таки какая-то нагрузка на игрока должна быть и ну вот она здесь как видите присутствует напомню что здесь переработка разбита на два этапа можно перерабатывать вот как мы сейчас в слитки и принципе можно продать слитки но есть еще один этап можно сделать из слитков проволоку то есть никто вас не принуждает не хотите тратить время пожалуйста перерабатывайте в слитки выезжайте продавайте слитки потеряете немножко в деньгах но вы играете во времени если есть время пожалуйста на следующий этап как мы сейчас отправляемся все мы переработали мы отправляемся на следующий этап у нас есть время Почему бы не заработать денежку И мы отправляемся на следующий этап Уже делаем из слитка в проволоку И уже готовый продукт мы будем продавать А вот мы сейчас как раз подъезжаем К конечной точке в этой цепочке Как видите мы выбрали длинный маршрут То есть мы собрали ресурсы Переработали его первично Сейчас приезжаем уже на вторую точку переработки То есть уже изготовление проволоки Повторюсь, что никто вас не заставляет это сделать Можете остановиться на первой Точке переработки и уже продавать слитки Это еще один огромный плюс К этому проекту То есть здесь есть вариативность А это тоже всегда играет положительную роль Не хотите тратить время Никто вас не заставляет, не тратьте Езжайте, своими делами занимайтесь Ну а если вы любитель фарма И такого так скажем хардкора Выбирайте длинный маршрут И тогда у вас есть время пофармить Поперерабатывать Опять же таки получить какое-то удовольствие от игры Если вам это нравится в этой игре Пожалуйста Как я сказал, вариативность присутствует Выбор только за вами Ну а мы как раз подъезжаем к точке продажи Все, конечная точка в этом длиннющем маршруте Здесь Виктор у нас был за главного Поэтому продажей заниматься будет он Потом денежки мы разделим напополам Ну и пока он занимается продажами Напомню еще про один нюанс Который я не указал При добыче меди, когда мы были еще на руднике Есть шанс выпадения золотой руды Он не велик, он падает очень редко Но он есть И вот Виктору как раз упал такой слиток Не слиток, вернее, а кусок руды золотой Его нужно переработать в слиток И этот слиток можно положить себе на банковский счет И потом на него купить себе здесь гражданство И вот, кстати, проезжая вот это место Такое, видите, недоблок Недоблок-пост Как бы он вроде бы как есть Заборы-заборы Но здесь ни ментов, никого нету Но здесь вот уже, не знаю Это может быть зависит от Виктора Он второй раз не может проехать Видимо, очень сильно нагородили А вот и как раз эта точка Куда нам надо привезти было эту руду И сделать из нее слиток Потом этот слиток ложится себе на банковский счет И по истечению там какого-то времени Когда вы поднакопите какое-то количество слитков На эти слитки можно здесь купить некое гражданство Которое дает тоже какие-то, видимо, преимущества В этом я еще не разобрался Но мы закончили нашу работу Я напомню, что машина эта была не наша Нам давала ее организация И мы туда же ее и привозим Организация называется Профсоюз Им же мы возвращаем с благодарностью этот автомобильчик И вот на данном этапе я могу сказать Что этот проект радует меня огромным количеством нововведений Всевозможных фишек И я точно знаю, что еще есть что здесь посмотреть Поэтому мы будем продолжать обзор этого острова Ну а на этом у меня все Увидимся в следующем видео Всего вам доброго Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok